Национальная служба новостей Добрый день. Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Альбертовна Юмашева. Здравствуйте. Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Анатольевич Пожигайло. Добрый день. Также руководитель патриаршей комиссии по делам семьи Ирей Фёдор Лукьянов. Добрый день. Добрый день всем участникам нашей пресс-конференции, тем, кто здесь, на студии, кто смотрит, уважаемые журналисты. Рада всех приветствовать. Во-первых, конечно, как член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, как человек неравнодушный, как гражданин Российской Федерации, я обеспокоена тем, что происходит у нас сегодня в связи с демографическим кризисом. И важно, конечно, чтобы мы сегодня эту ситуацию обсуждали открыто, не с закрытыми дверями, что мы, собственно, и делаем. Мы привлекаем и экспертов, и гражданское общество, и представителей наших конфессий. И большое всем спасибо за то, что мы сегодня такой слаженной командой действуем, обсуждая, предлагая, порой критикуя, выдвигая какие-то инициативы. Сегодня это очень важно, чтобы мы действовали открыто. И огромное спасибо хотелось бы сказать, во-первых, нашему семейственному сообществу, всем нашим семьям, родительским сообществам, которые выступают с разными предложениями, которые не стесняются и не находят время и возможность для того, чтобы писать и письма, и излагать то, что их беспокоит больше всего. Поэтому, опираясь на их мнение, в первую очередь, мы, собственно, и формируем наши инициативы в сфере семейной политики. Поэтому, во-первых, хочу сказать всем большое-большое спасибо за то, что подключаетесь к этой дискуссии. Во-вторых, что сегодня нужно отметить, и высказывалось это неоднократно, то, что темография – это вопрос национальной безопасности. Мы прекрасно понимаем, что государство – это не только границы на карте, это, в первую очередь, люди. И если мы будем двигаться в том же темпе в плане потери численности нашего населения, что происходит в настоящий период, то, конечно, картина будет печальной, и нам сегодня очень важно такого не допустить. И по этой причине, конечно, все здравые силы общества и со стороны правительства, и со стороны администрации президента, есть запрос на разрешение этого демографического кризиса, и на новые работающие инициативы, о которых мы сегодня и будем с коллегами здесь говорить. Многое, конечно, в этом направлении уже сделано, поскольку сегодня мы видим, что традиционные семейные ценности, они, так скажем, заявляются уже в топе повестки, и мы понимаем, насколько это важно. И защита традиционных семейных ценностей сегодня должна носить не только меры социальной поддержки, но при этом и такой идеологический компонент, который мы должны установить среди прочих мер. Во-первых, почетный статус многодетной семьи, показать, что мы ценим и мы бережем наши семьи, мы хотим их стимулировать, чтобы у нас в России появлялось все больше и больше детей, и, конечно, особое уважение к нашим многодетным семьям. Это хотелось бы подчеркнуть особо в начале выступления. Конечно, хочу сегодня говорить о том, что те предложения, которые нами были ранее озвучены, это радостная новость, нашли поддержку на самом высоком уровне в Государственной Думе. Наш председатель Вячеслав Викторович Володин поддержал выступление вице-спикера Петра Толстого на недавнем заседании пленарном, где говорилось как раз-таки о защите семьи, о статусе многодетных, о необходимости заниматься активно профилактикой абортов. Поэтому мы понимаем, что на нас сегодня с надеждой смотрят все семейные сообщества, в первую очередь, а это порядка 43 миллионов наших граждан, большинство из которых это семьи с детьми, и мы, конечно, никак не можем подвести их и не оправдать их доверие. Сегодня, конечно, особо знаковым событием для нас является то, что недавно заявил наш президент, он выступил в поддержку семейной повестки с поручением разработать специальный орган, который будет ответственным в нашей стране за реализацию семейной политики. И здесь хотелось бы, конечно, выразить и благодарность, и надежду на то, что это будет орган с расширенными полномочиями, в идеале это министерство по демографии, и вопросам семьи. К слову, вот в моем регионе, в Республике Башкортостан, уже не один год существует министерство по вопросам семьи, труда и социальной защиты, и с ним мы плодотворно работаем, поэтому было бы очень полезно для нашей страны иметь такого уровня министерства на федеральном уровне. Поэтому нам сегодня это очень нужно, надеюсь, что чаяния и надежды будут услышаны. Уважаемые коллеги, хотелось бы сказать несколько слов о причинах того кризиса, в котором мы сегодня находимся. Вот за последние 30 лет мы с вами потеряли более 20 миллионов человек в нашей стране, при этом, согласно прогнозам, к 2030 году убыль населения может составить порядка 30 миллионов. Вот начиная с 2018 года снижение рождаемости стало рекордным и, по сути, может быть необратимым, если мы ничего не будем предпринимать, и, по сути, все это поставит под угрозу сам факт существования нашего государства. Для того, чтобы восполнить эти демографические потери, согласно экспертам, каждая семья должна иметь трех и более детей. Но при этом, согласно данным ЦИОМ, пока 70% родителей одного ребенка не готовы к рождению второго по причине, в первую очередь, низких доходов. При этом 49% опрошенных родили бы ребенка при материальной поддержке государства. 40% наших граждан считают идеальным иметь двоих детей, и только лишь 28% готовы иметь троих детей. Это вот та ситуация, которую мы имеем сегодня. Что касается действующего нацпроекта «Демография», то, согласно анализу счетной палаты, к сожалению, он не может решить проблему убыли населения, даже если будет выполнен в полном объеме, поскольку в первую очередь заточен, так сказать, на увеличении продолжительности жизни, а не на стимулировании рождаемости, то, что нам сегодня нужно в первую очередь. Поэтому мы считаем, что, конечно, этот нацпроект должен быть дополненным новыми эффективными инструментами. И здесь, конечно, акцент нужно сделать именно на повышении рождаемости. Вот высказываются предложения, мы с коллегами неоднократно слышим, что можно повысить, увеличить численность нашего населения за счет мигрантов, что, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо. Нам, в первую очередь, нужно стимулировать естественный рост нашего собственного населения. Что можно предпринять? Вот хотелось бы озвучить несколько предложений. Во-первых, мы считаем, что для стимулирования рождаемости в нашей стране нам необходимо, чтобы выплаты за рождение ребенка были постоянными и достойными, а не только на период различных пандемий, как это было в 2020 году, хотя эта мера тоже была очень действенной и помогла нашим семьям. Вот мы предлагаем выплаты вводить не только при рождении ребенка, но и с момента, когда мама встала на учет по беременности. И потому что мы понимаем прекрасно, что когда женщина узнает о том, что она беременна, встает вопрос, как быть с работой, где искать источники дохода, как прокормить ребенка, потому что зачастую уход в декрет – это в первую очередь снижение дохода семьи. Во-вторых, конечно, сегодня хочется сказать несколько слов про материнский капитал. Мы считаем, что он должен быть прогрессивным и увеличиваться с появлением каждого последующего ребенка в семье. Отчасти это уже сделано. В-третьих, вопрос улучшения жилищных условий должен не только решаться за счет льготной ипотеки, но и у семей должна быть возможность социального найма жилья. В-четвертых, если руководство города не может обеспечить наши семьи местами в детских садах, то из бюджета в таком случае необходимо компенсировать затраты на услуги частных детских садов, к которым вынуждены прибегать наши родители. И в-пятых, из предложений мы считаем, что уход за ребенком до трех лет должен засчитываться в трудовой стаж, поскольку сегодня в нынешней ситуации, когда мама или папа занимаются воспитанием ребенка, то это не только лишь их задача как родителей, но и они решают вопрос национальной безопасности. Поэтому здесь мы должны подчеркнуть, что этот вопрос важный, и государство тем самым должно показать нашим семьям, как мы ценим сегодня усилия именно наших родителей по воспитанию будущих граждан нашей страны. Поэтому семья с рождением каждого вообще в идеале последующего ребенка должна не беднеть, а богатеть, прирастать и семья, и, соответственно, наша страна. Что касается законодательных инициатив, что сегодня кратко, тезисно пройдусь, что готовы мы сегодня отстаивать. Во-первых, здесь, конечно, нужно говорить о том, что работа должна вестись на двух уровнях. Во-первых, это ценностный уровень, когда государство заявляет безусловную ценность нашей стране семьи и ребенка, причем с момента ценности жизни ребенка с момента зачатия. И второе, это, конечно, социальный уровень, это законодательные меры, это поддержка семьи на уровне практической реализации семейной политики. И вот мы предлагаем сегодня пять блоков законодательных инициатив. Первое, это законодательство в области семейной политики. Здесь одна из мер, которую мы хотели бы увидеть воплощенной, это принятие конвенции о защите семьи на уровне союзного государства России и Белоруссии. Мы могли бы здесь выработать единый документ, который бы позволил закрепить ценность, традиционные семейные ценности наши. И, соответственно, разрабатывать уже национальные законодательства, учитывая вот эту конвенцию о защите семьи, показать единство наших государств в сфере отстаивания ценностей семьи и наших детей. Присоединение России к Женевскому консенсусу также, мы считаем, было бы очень полезно не только для нашей страны, но и для человечества в целом. Россия могла бы взять, так скажем, флаг в руки в деле отстаивания традиционных семейных ценностей, ценностей семьи, а также в этой Женевской декларации говорится о том, что, собственно, аборт не является средством планирования семьи, и жизнь человека должна быть защищена на всех этапах, что, собственно, мы могли бы поддержать. Второй блок – это законодательство области сохранения реподуктивного здоровья населения, это профилактика прерывания беременности, это меры поддержки женщин, о чем мы уже говорили с момента постановки на учет по беременности. Здесь мы говорим о том, что нам необходимо ввести пособие ежемесячное в размере полтора мрот, что позволило бы женщине, во-первых, утвердиться в желании оставить своего ребенка, а, во-вторых, более уверенно чувствовать себя в будущем и таким образом воспитывать здоровых и таких, так нужных нам всем детей. Сегодня также мы видим то, что во многих регионах открываются центры поддержки женщинам, находящимся в кризисной ситуации, женщинам беременным, с детьми. Так вот, мы предлагаем, чтобы было государственное регулирование как раз-таки центров помощи беременным женщинам, чтобы эта работа велась более активно. Говорим и будем сегодня говорить о законопроекте в сфере запрета суррогатного материнства для иностранных граждан и запрета рекламы суррогатного материнства. Здесь Николай Георгиевич выскажется, нам есть сегодня что сказать на эту тему. Третий блок – это вопрос образования и культуры. Это четвертый блок о биоэтике и биоопасности в России, биобезопасности в России. И, конечно, мы вот недавно проводили круглый стол, в который были вовлечены ключевые эксперты в этой области. Это вопрос защиты наших детей от деструктивной информации, деструктивного содержания, которое идет на них из СМИ, из соцсетей. Это и вопрос запрета пропаганды смены пола, пропаганды бисексуализма, трансгендерности, и запрет пропаганды абортов, суицида и всего прочего, что сегодня, так скажем, негативно влияет на сознание наших детей, то, с чем мы должны все вместе, сообща, бороться. Поэтому, уважаемые коллеги, здесь в каждом из этих блоков у нас работает группа экспертов, и мы здесь еще раз рады инициативам со стороны наших семейных сообществ, родительского нашего движения, которые нам помогают держать руку на пульсе того, что происходит, присылают письма с требованием, в том числе, закрыть стеленные группы в социальных сетях, навести порядок. Поэтому большое всем спасибо за бдительность, и, говорят, о необходимости объединять наши усилия в деле, так скажем, выхода из демографического кризиса, чтобы страна-то у нас была живая, нам важно вовлекать, конечно, молодежь и воспитывать наших детей, и здесь, скорее всего, даже не просто воспитывать детей, сколько воспитывать из детей, воспитывать из наших детей будущих родителей, с тем, чтобы из поколения в поколение передавать наши исконные духовные нравственные ценности и традиционные семейные ценности. Если коротко, то хотел бы на этом пока завершить, готова ответить на вопросы. Да, мы к вопросу перейдём в самом конце пресс-конференции. Да, Николай Георгиевич, Вам слово. Приветствую всех участников сегодняшней пресс-конференции, которая называется «Неживая Россия». Но мы-то с Вами все понимаем, что мы должны находиться по другую сторону, и адресованы все наши чаяния к России живой. И что хочется сказать. Буквально в пятницу ко мне приехали представители общественности. Это Союз православных женщин, который мне вручил петицию, которая была собрана на платформе Citizen Go. Речь шла о поддержке законопроекта о регулировании суррогатного материнства в России, о котором, Вы знаете, он сейчас находится в Комитете по безопасности и противодействию коррупции. И наблюдается некая, с одной стороны, единодушная, я бы так назвал, позиция общественности наших законодателей. То есть присутствует и Совет Федерации, работает Комитет по безопасности Государственной Думы Василий Иванович Пескарёв. Нашу группу возглавляет очень авторитетный вице-спикер Пётр Олегович Толстой, который возглавляет процесс подготовки этого законопроекта, внесения его в весеннюю сессию. И вообще у нас наметился очень позитивный консенсус из представителей и законодателей. Я хотел поблагодарить силовой блок, который замечательно совершенно отрабатывает сейчас повестку, связанную с задержанием преступников, по сути дела, которые торговали детьми. Есть уголовные дела по торговле детьми. И, соответственно, есть у нас и поддержка уполномоченного по правам ребёнка Анны Юрьевны Кузнецовой, которая высказалась на эту тему. И, как я вам сказал, есть поддержка общественности, которая видит и понимает, что это является наведением порядка в той области, которая, видимо, требует сейчас приоритетного нашего внимания, поскольку наш проект «Демография» с его 1,5 коэффициентом рождаемости нас никак не устраивает. Мы должны стремиться к трём детям, потому что иначе Россия никак не выйдет из этого состояния и будет, по сути дела, уменьшаться в размерах. И есть опасность перейти ту черту, когда мы не сможем уже воспроизвестись, как полноценная нация, такой самобытный народ наш. То есть, с одной стороны, есть очень хороший блок депутатов, сенаторов, которые сейчас вошли в эту повестку семейную, которая, как вы заметили, Инга Альбертовна сейчас зачитала, прям целый пакет, целый блок законопроектов, которые мы готовим, которые могут серьёзно изменить ситуацию к лучшему. И у нас есть эта позиция. Это не эмоции, это подготовленная программа, которую мы всячески продвигаем. Мы благодарим Национальную службу новостей, которая тоже проявляет к этому внимание, журналистов, которые собираются и помогают нам доносить это до общественности. То есть, есть некая позитивная сборка общества, которая осознала, что демография и наша семейная повестка являются приоритетным направлением. Но я сегодня хотел познакомить участников пресс-конференции с какими-то иными процессами, которые протекают, являются такими антагонистами этого позитива. Вот вчера на телеканале «Спас» прозвучала информация Анны Юрьевны Шафран, которая, по сути дела, рассказала о готовящемся законопроекте. В руки журналистов попали документы, которые они нам передали. Анна Борисовна, простите, Анна Борисовна Шафран. Я с Кузнецовой, с Анной Юрьевной, а не две Ани, и иногда путаю. Анна Борисовна Шафран получила документы, которые свидетельствуют о подготовке антагониста законопроекта, документы, которые попали в ее руки. Она мне передала их, и я хотел бы некоторые цитаты этого законопроекта зачитать для журналистов. То есть мы говорим о том, что нам нужно... Мы недавно вышли из диалога по обсуждению Конституции. Помните все эти формулировки о поддержке семьи, о том, что детство, мужчина и женщина, семья, наша демография. Давайте вглядимся в формулировки этого законопроекта. Здесь фигурирует... Вы знаете, я сейчас небольшую преамбулу скажу. Вы знаете, вот в семейных отношениях и вообще семья, она имеет разные устройства. Вот, например, самое понятное для нас устройство – это официальный брак супруги, муж и жена. Вот он, мы постоянно о них говорим, его поддерживаем и призываем всех наших граждан по этому образу строить свои семьи. Но, к сожалению, бывает и такое совместное проживание без оформления. Такой так называемый гражданский брак. Ну, супруги называют себя, тем не менее, мужем и женой, но не оформляют свои отношения. Есть, я в плане понижения уровня, есть еще сожители. Это какой-то еще более такой низкий уровень. А есть термин, который употребляется в криминатах, вот называют партнеры, обычно он применяется к половым партнерам или к каким-то очень крайним таким беспорядочным половым связям. Вот правоохранители в основном для этого используют этот термин. Но вот с удивлением обнаружил, что он присутствует в этом законопроекте, где упоминаются права вот этих самых партнеров. Женщина, не состоящая в браке и не имеющая партнера. Вот такая категория у нас появилась. А еще появились иностранные граждане, лица без гражданства, которые вправе обращаться в медицинские организации на территории Российской Федерации с просьбой о применении на платной основе. Ну, то есть они имеют право приобрести ребенка у нас в стране. Мы недавно видели в рамках тех уголовных дел, которые сейчас нам благодаря усилиям силовиков, мы к ним пригляделись, вот этих иностранцев, которые тысячами приезжали в Россию и уезжали, увезя отсюда как породистого щенка, купленного здесь ребенка. Именно об этой части суррогатного материнства мы постоянно говорили и недавно на НСН обсуждали эту тему с тем, кто ее защищает. Дальше. Какие еще замечательные формулировки нам приготовили эти авторы законопроекта? Есть, оказывается, воля гражданина, направленная на возможное использование после его смерти его криоконсервированных половых клеток, которые можно в завещании урегулировать. То есть мы можем столкнуться с мертвыми родителями, которые рождают в себе детей на основе каких-то документов. То есть то, от чего мы пытаемся уйти, запретив иностранцам покупать детей и эксплуатировать наших российских женщин, унося у них здоровье, вовлекая их в преступные схемы, вот, оказывается, есть кто-то, заботящийся о их правах и всячески вникающий в их проблемы, которые нас совершенно не интересуют. Но я могу и дальше читать. Здесь, например, суррогатная мама, она лишается права оспаривать запись о родителях, рожденного ею ребенка. То есть суррогатная мама приобретает совсем такой статус, который лишает ее возможности что-то требовать по суду. Я не буду перечислять все положения этого законопроекта. Меня просто поражает, что после всех усилий, которые мы предприняли на всех уровнях и подняв эту повестку, по сути дела, на максимально высокий уровень и имеем неоднократную поддержку и президента в этом самом деле, тем не менее мы имеем вот такие... А кто автор? Ну, сейчас я думаю, что поскольку журналисты... Я могу вам сказать, кто автор. Здесь есть записка некого директора департамента Байбариной на имя Сухих с просьбой поддержать. Это Академик РАН. Есть обращение к министру здравоохранения Мурашко. Есть, значит, сенатор Светенко в качестве... Я просто не ставлю документы, которые мне попали в руки. Я не имею возможности понять, что это такое. Может быть, у нас грядет 1 апреля. Может быть, это шутка такая. Может быть, это кто-то решил пошутить. Но мы... Надо предстоит это выяснить. Я подготовил запрос на руководство Совета Федерации с просьбой прояснить от лица группы, которая при Комитете по безопасности противодействия коррупции. Коррупция занимается подготовкой этого законопроекта. Мы его собирались в весеннюю сессию ввести. Мы сейчас просто хотим выяснить, насколько соответствует действительности та информация, которая оказалась у меня в руках. И на будущем, и, как бы сказать, уже оканчивая свою такой речь, я хочу сказать, что есть вот такой гражданин, который является фигурантом уголовного дела. Его зовут Свитнев Константин Николаевич. Он руководил такой частной клиникой, оказывал услуги. Вот он сейчас мне пишет письма из-за рубежа на тему суррогатного материнства. И он как раз является той частью криминального спектра, который вот они сейчас частью убежали из страны, частью они свою деятельность как-то пригасили. И я просто... Мне кажется, что он пишет не только письма, но и, возможно, законы. Как-то он влияет на их написание, поскольку то, что я читаю, это соответствует их мироощущению, их, как бы сказать, поддержке, их бизнеса в России, вот этот законопроект мог бы существенно помочь. Поэтому мне кажется, что это существенное такое противоречие России живой, о котором говорила Инга Альбертовна. Будем разбираться. Спасибо. Да, спасибо. Павел Анатольевич, давайте к вам перейдем. Попробую оживить конференцию под названием «Неживая Россия», потому что действительно название как-то и на нас, на всех влияет. Ведь давайте ставить вопрос ребром. Смотрите, ситуация с демографией критическая. Хотя «Наспроект демографии» номер один. За «Наспроект демографии» в стране не отвечает никто. То есть нет ни министерства, ни органов. То есть вообще в воздухе висит. «Наспроект образования», «Виседство образования», «Культура», «Культура» и так далее. Никто не отвечает. Соответственно, те усилия, которые государство делало в последнее время, они оказались тщетными. Надо честно сказать об этом сказать. Следующий момент. Очень важно понять приоритет. А вообще это кому-то надо в стране, кроме небольшой группы людей? Ну, как правило, многодетных. У меня 8 детишек. От отца Федора 6, Николай Георгиевича 4. То есть все мы в этом смысле, наверное... То есть наша мотивация – это какая-то внутренняя ответственность перед теми детьми многочисленными, которых мы родили. Никакой другой. У нас нет ни бизнес-интересов, ни каких-то политических, карьерных. Мы тратим практически все свое время, чтобы попытаться хоть что-то изменить в нашей стране, в этом отношении. Мы видим, что президент поддерживает все эти инициативы. То есть все, что говорил Владимир Владимирович Путин на последнее время, соответствует нашим ожиданиям. Даже что-то прописывается на уровне правительства, какие-то критерии, но это не работает. И у меня вопрос. Вот много говорится о том, что есть там пятая колонна, те, которые хотят, чтобы Крым опять в Украине отошел или Донбасс. Есть пятая колонна, которая боролась с тем, чтобы война в Карабахе продолжалась. Но это все на виду. Упоминается там Китаях и Москвы, еще какие-то там радиостанции и так далее. А есть вот эта гибридная война, которая не видна, понимаете? Но она существует. Я убежден, что есть группа людей, как правило, существующих в органах власти. Там есть две категории. Одна это персонажи повести Шинель Гоголя. Такие, знаете, серые мышки, которые боятся, так сказать, что-то сделать не так, дрожа над своими дивидендами денежными, либо, так сказать, какой-то псевдополитической карьерой. Вот сегодня назывались эти имена, допустим, та же Светенко. Это представители комиссии по семье Совета Федерации. Этот человек лоббирует сегодня этот закон. Вопрос. Он сколько будет еще возглавлять комиссию по семье Совета Федерации, если человек сегодня стоит на том, чтобы разрешить иностранцам, да еще и без гражданства, пользоваться программой сурабатанного материнства. А я напомню, сегодня это не звучало. Почему мы в свое время так застрели на этом внимание? Да потому что сегодня существует рынок продажи детей. В основном эти детки, шестимесячные, идут в двух направлениях. Это обеспечение гаремов гомосексуальных семей со всего мира и педофилов. И ребенок стоит 200 тысяч долларов на рынках Италии сегодня. А вторая, это на островах филиппинских, разделывают на части их. И продают по частям. И до миллиона евро стоит разделанный на 64 фракции ребенок. Вот куда они идут. И когда мы говорим, что есть люди у нас в политическом классе, даже целые там председатели комиссий, или, например, департамент здравоохранения Байбарина, который сидит уже сто лет там. Значит, какие их интересы? Послушайте, ну либо они извращенцы, либо они коррупционеры. Я по-другому объяснить это не могу, потому что отстаивать закон, который калечит наших женщин и который отправляет детей вот по этим двум направлениям, какие еще могут быть аргументы, что можно было бы оправдать действия этих людей? Никакие. Госдума создает рабочую группу, начинает формироваться закон, делаться, который ставит препону в этом направлении страшном. Значит, параллельно в Совете Федерации возникает другая тенденция. У нас в общественной палате, пожалуйста, в декабре мы проводим слушания по этому вопросу. Причем, действительно, слушания были очень обширные, были там за и против и так далее. Значит, за день до этих слушаний вдруг принимается резолюция по подобному вопросу, слушания, которые проходили за полгода до этого, в июле, под руководством Львы Антоновича Бакерия, которые отстаивают вот ту самую позицию, которую сейчас Николай Георгиевич читал в законе. То есть это система, понимаете? Я далек от мысли, что Львы Антонович, который уважаемый хирург, вообще понимал, что он подписывает тогда, ну, зная его как человек порядочного и совестливого, думаю, просто он не вдавался в детали. Но в его комиссии, там, в общественной палате, в нашей общественной палате, между прочим, есть члены вот этой комиссии по здравоохранению, у которых есть агентство по предоставлению услуг суррогатного материнства, которое, я думаю, в палате находится, чтобы лоббировать свои интересы. Я уж не знаю, так сказать, насколько в этом смысле задействованы разного рода ресурсы, денежные или еще какие-то, но тем не менее, это факт. И за день до наших слушаний принимается резолюция вот с таким содержанием, чтобы разрешить, не только запретить, разрешить иностранцев. А я бы еще упомянул, вот для, может быть, слушателей не все понятно. Большинство стран в мире запретили вообще суррогатное материнство, как факт, в своих странах. Среди них Китай, Канада, большинство стран Евросоюза, Япония, Индия и так далее. Ну, где-то, так сказать, разрешают для своих граждан, но в целом для иностранцев, по-моему, 60 с лишним стран, да, вообще запретили мы, находясь в России, говоря о традиционных ценностях, приняв эти поправки в Конституцию, значит, с утра до вечера мы говорим о каких-то нравственных вещах, мы становимся фактически изгоем в этом мировом плане с точки зрения максимальной свободы вот этого страшного явления на нашей территории. Как это все совмещается вообще со всем тем, что у нас говорится в последнее время? Значит, если это коррупция, должны работать правоохранительные органы. Если это извращенцы, тоже правоохранительные органы. Понимаете? Вот что мы сегодня имеем. И, конечно, очень странно, да, слышать имена, там, сенаторов или каких-то высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения, которые занимаются подобного рода по продвижениям таких законопроектов. Конечно, мне бы хотелось, например, услышать наконец уполномоченную право ребенка. А где она вообще? Вот Николай Егорович говорит, что она поддерживает. Но как-то искусствов все время поддерживает. Почему здесь ее нет, на этой пресс-конференции? Почему она не появлялась ни в одном нашем заседании, когда речь шла о ювенальных судах, о суррогатном материнстве? О многих очень важных... Недавно мы рассматривали изменение порядка награждения матерей многодетных. Орденами, медалями, чтобы тоже решить вопрос, который сегодня просто унизительный для многих многодетных матерей. У меня у жены 8 детей. И она должна, чтобы получить этот орден, год обивать разные пороги, чтобы, может быть, ей и дали. Понимаете? Вот что мы сегодня имеем. Почему уполномоченную право ребенка этим не занимается? У меня вообще вопрос, а чем она вообще занимается? Вот год, находясь практически, ну, как вам сказать, на горячей плите всех этих вопросов, вот год я практически с утра до вечера этим всем занимаюсь. Я ни разу ее не видел во всех наших заседаниях. Понимаете? Но это важный ресурс для нас. Это важный ресурс. Мы хотим, чтобы люди, которые отвечают за семейную политику, возвышали голос, чтобы они были модераторами и лидерами процесса борьбы за выживание нашего государства. Николай Георгиевич сказал про коэффициент 1,5. Я вам скажу, не 1,5 сегодня. 1,3 не дотягиваем, по последним данным демографов. 1,3. Понимаете? Значит, коэффициент 1,3, чтобы было понятно, через 25 лет это ровно ополовинивание государства. Это с точки зрения науки демографической. То есть это 75 миллионов человек по отношению к сегодняшним 146. Но мы же должны кричать об этом. Понимаете? Вот президент решил очень важный вопрос. Я считаю, главный, который стоял в предыдущие годы. Это наша обороноспособность. Мы сегодня защитили нашу страну от любого вида агрессии. А какой следующий вопрос? Следующий вопрос от народосбережения и народонаполнения. Кого защищать? Кого защищать-то? Понимаете? Это следующий вопрос. Он важнейший сегодня на повестке. А сегодня что происходит? Ну, как бы говорят, что важнейшее. На самом деле такое отношение, ну, как бы, знаете, хихихаха там, ну, демография там, что-то семьи, он не является важнейшим. Вот недавно я слушал некий диалог с Андреем Макаровой, это представитель комитета по бюджету, с одним из чиновников Минфина. Он ему говорит, в прошлом году у нас один триллион рублей остался на счетах, остаток. Я говорю, а что же вы оставили эти триллионы рублей-то? Ну, как вот не рассчитали? Триллион, представляете? Он говорит, ну, надо было потратить этот триллион там, ну, не знаю, там, мост построить, там, может быть, налоги снизить, да, или еще что-то. Потому что я знаю точно, что этот триллион, который вне бюджета, он пойдет через там кривые пути, его, конечно, израсходуют. Но контроля над ним не будет. Так у меня вопрос. Давайте посчитаем на этот триллион, сколько детей могло родиться? Сколько детей могло родиться, если бы этот триллион рублей пустили хотя бы, не знаю, увеличение материнского капитала или, так сказать, какие-то другие вещи? Почему это не происходит? Значит, нам что, усыпляют бдительность? Всего лишь. Говоря высокие слова о том, что надо беречь народ, надо помогать семьям и так далее, и так далее. У меня такое ощущение, что просто усыпляют бдительность. Мы и по правке Конституции, что ли, приняли, чтобы усыпить бдительность? Чтобы, в конечном итоге, уничтожить Россию. А сегодня именно это происходит. Надо называть вещи своими именами. И поэтому те, кто сегодня стоят за законами, за нормативными актами, за любого вида решениями, бьющие по демографии, с моей точки зрения, они точно такие же, как иностранные агенты, сегодня названные, которые выводят людей на митинги, которые хотят свергнуть власти, которые, в общем, решают задачу практически уничтожения нашей страны. Точно такие же. Но надо назвать вещи своими именами. И я, что хотел бы, еще раз сейчас обращаюсь, может быть, действительно к силовым структурам, потому что их поддержку мы чувствуем. То есть у нас практически Следственный комитет и Федеральный служб безопасности, и прокуратура, ну, в принципе, все структуры, они сегодня встали на защиту этих детишек несчастных, которых возят там за рубеж. Может быть, к ним обратившись, ну, прошерстите вы наш бомонд, вот эту всю нашу элиту. Ну, неужели трудно понять, кто где сидит, кто что лоббирует и где чьи интересы? Что мы сталкиваемся просто с колоссальным давлением, в том числе на нас. Вот последнее, что хочу сказать. Общественный палат Российской Федерации. Ну, надеюсь, что это место для дискуссий. Я был когда в Госдуме депутатом 4-го созыва. Нам говорили, что это не место для дискуссий. Помните известную фразу. Вот в палате я думал, что место для дискуссий. Да, действительно, у нас проводятся хорошие слушания. В декабре просто, я считаю, были такие пахальные слушания. За всю мою политическую карьеру они были самые большие, самые яркие, самые аргументированные и, в принципе, самые представительные. Потому что были и депутаты Государственной Думы, и сенаторы Совета Федерации. Прошли слушания. Была резолюция слушаний. До сих пор нет голосования Общественной палаты. Почему? Почему с декабря три месяца, а уже резолюция этих слушаний два месяца лежит у председателя Общественной палаты? Почему нет голосования членов Общественной палаты по этим слушаниям? Ну, может быть, голосование будет отрицательное. Я не знаю. Мы еще раз говорю, я отстаиваю какие-то свои принципы, мои товарищи и так далее. Но, может быть, члены Общественной палаты по-другому проголосуют. Почему этот вопрос не находится в повестке голосования Общественной палаты? Кто эту резолюцию, этих слушаний положил в дальний стол и делает все, чтобы это не вышло наружу? Понимаете? Ну, именно... А слушания о сурогатном материнстве? О сурогатном материнстве, да. Значит, я делаю один вывод, что эти люди не заинтересованы в том, чтобы наша Россия приумножалась, размножалась, чтобы было больше действительно семей с детишками и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте выявим этих людей. Вот, пользуясь случаем, обращаюсь к председателю Общественной палаты Лиде Юрьевне Михеевой. Почему Общественная палата до сих пор держит в столе резолюцию наших очень важных слушаний? Еще раз повторяю, вопрос сурогатного материнства, наверное, это вопрос номер один. Потому что, если мы говорим про образование и культуру, это отложенные риски. Понимаете? Это то, что, может быть, действительно сработает плохо в отношении наших детишек, но через какое-то время. А вопрос программы для иностранцев сурогатного материнства, это вопрос, когда ежедневно, ежегодно тысячи детишек отправляются за границу вот по этим двум направлениям. Ну, сколько же можно вообще на это вот так смотреть? У нас что, совести нет? Мы сами, что ли, изменились? Так что, очевиднейший вопрос. У нас не выходит, не знаю, в митинге или так далее. Ну, ребята, кричать надо по этому поводу, а не обсуждать альтернативные законы, так сказать, да, или учитывать мнение каких-то людей, которые пытаются оправдать эту ситуацию, хотя, еще раз говорю, оправдать это невозможно. Поэтому страна должна знать своих героев. Я считаю, что и впредь мы должны называть имя, отчество, фамилия, должность, которая этим занимается. Ну, в Госдуме, так сказать, да, хорошо есть, вот у нас депутаты, я вам скажу, их человек 10 всего. 10 вот таких депутатов Госдумы, которые по большому счету идут поперек политической конъюнктуры и политической целесообразности. Я в этом смысле хочу сказать огромное спасибо и Петру Олеговичу Толстому, и Николаю Георгиевичу, и Инге Альбертовне, еще, может быть, там десяток, десяток из 450 депутатов. Десяток, у которых есть совесть и которые готовы, да, пустить, может быть, действительно, в ущерб своей карьере политической отстаивать вот эти интересы. И в предстоящий выбор Государственной Думы, скажи, для нас вопрос, вот для нас, для нас обычных людей, мы должны, не знаю, как это называть, но может быть, у нас должно быть свое умное голосование, чтобы в Думе были люди, которые защищают эти традиционные ценности, которые готовы вот так вот стать на амбразуру, которые готовы посвятить все время, здоровье, где-то и деньги, и ресурс, для того, чтобы дать будущее нашим детям и нашей стране. Извините за эмоциональность, но по-другому не могу. Что ж, спасибо большое, у нас совсем немного времени остается, еще очень много вопросов приходит. Отец Федор, вам слово, что вы хотели добавить к словам других спикеров, и что в решении демографического вопроса может предложить Церковь? Большое спасибо за предложение на конференцию. Как представитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, я всецело поддерживаю семейную повестку и вот эти острые вопросы, которые сегодня были озвучены нашими уважаемыми депутатами, общественными деятелями. Наше общество должно воспрянуть. Это наша страна, это наши дети, нас миллионы семей с детьми. И к нашему голосу, конечно, должны прислушаться очень внимательно. власти, если мы хотим, чтобы Россия оставалась великой державой. Потому что сегодня вопросы поддержки многодетных семей, о которых столько говорит наш святейший Патриарх, они не рассматриваются в должной степени. Многодетные семьи сегодня выталкиваются в маргинальную нишу, при том, что, наоборот, с каждым ребенком семья должна и повышать свой статус, и богатеть, о чем говорила уважаемая Инга Альбертовна. Потому что дети есть подлинное богатство. Если мы это не поймем, а ведь об этом говорит и президент, и наш святейший Патриарх, и конституция обновленная нашей страны, все на нашей стороне, закон на нашей стороне, основной закон нашей страны. Поэтому вопрос, естественно, должен быть обращен, уже церковь, она не может влиять каким-то прямым способом. Мы, как голос совести, мы призываем наших чиновников, представителей силовых ведомств действительно заниматься этими важными вопросами. И законодателей призываем особенно, потому что сегодня именно в законодательном поле и происходит основная битва за наши семьи. Ну, в частности, я считаю, что чиновники должны нести ответственность за неправомерное вмешательство в дела семей. У нас семьи сегодня несут ответственность за своих детей, а вот чиновники не имеют никакой возможности, мы не имеем возможности привлечь к ответственности чиновник, который превысил свои полномочия, необоснованно вмешался в семейную жизнь, даже бывает случай, что и разрушил семью. И мы знаем такие примеры, когда даже заканчивалась история и смертью детей в Кемерово, когда девочка-инвалид, изъятая из семьи, она умерла, потому что за ней не было должного ухода. Чиновники должны отвечать за свои действия. Это прямая задача государства. И мы, как Русская Православная Церковь, призываем наших законодателей, чтобы был выработан механизм вот этой ответственности. Также хотел бы обязательно упомянуть то, о чем сегодня говорилось неоднократно, о том, что сегодня наконец-то общество как пока еще способно сопротивляться негативным явлениям организма, вырабатывает иммунные тела. У нас появляются достойные общественные деятели, которые выступают за запрет иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей, за запрет торговли детьми фактической. Мы уже видим уголовные дела, видим совершенно реальные примеры этой противоправной деятельности. Мы видим коррумпированных чиновников от здравоохранения, которые покрывают этот криминальный бизнес и пытаются препятствовать нашим законодателям. Я здесь очень надеюсь, что наше общество в целом и родительское сообщество не останется безучастным, будет реагировать, писать обращения в органы государственной власти в поддержку того, чтобы наконец-то запретить в России иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей, ограничить рекламу суррогатного материнства, желательно ее вообще запретить. И, конечно, необходимо устранить коммерческий характер по крайней мере к ограничению этой совершенно безнравственной практики в нашей стране. И любые альтернативные законопроекты, которые сегодня привели, это вообще возмутительный законопроект, который явно ставит своей целью просто торпедировать эту инициативу, нарушить ход этого дела. Но уголовные дела говорят сами за себя. Мы должны прекратить торговлю детьми. И это наш долг как государство, организма, который реагирует на те вызовы, те поражения, которые хочет нам нанести коррумпированную систему. Поэтому Русская Православная Церковь поддерживает стремление ограничить суррогатное материнство. Также хотел бы поддержать меры, которые были озвучены в отношении поддержки семей, что касается и то, что мать, конечно, должна получать средства, как только становится на учет по беременности, реальные живые деньги, для того, чтобы мама могла прокормить свою семью, имела возможность нормально обеспечивать себя питанием, продуктами и так далее. Естественно, что у нас не столько сегодня, скажем так, не такой сегодня дефицит средств, чтобы исключить семьи с детьми из такой программы, потому что, конечно, должны быть действенные меры по поддержке беременных мам. И, конечно, говоря о сегодняшних попытках обвинить семью в каком-то насилии над детьми и так далее, хочу сказать, что у нас проблема в том, что мы не понимаем до конца наше общество, к чему призывают авторы таких инициатив, которые пытаются обвинить, что семья это источник насилия и так далее. Ведь семья это органическая часть безопасности нашей страны, как и государство. Так вот, те люди, которые призывают лишить родителей возможности воспитывать своих детей, призывают вмешиваться в жизнь семьи, они следующим выводом из этой политики, если она будет реализована, будет то, что и государство будет объявлено инструментом насилия. Понимаете, к чему идут авторы законов о семейном насилии, так называемые и так далее. Устраняя влияние семьи на детей, они выводят детей из системы воспитания, выводят из-под власти родителей, и дети становятся жертвами политических технологий. А тут уже вопрос государственной безопасности. Поэтому я очень надеюсь, что и в этом созыве и в следующем наша власть не будет способствовать принятию никаких законов о так называемом семейном насилии. Это искусственно придумано. Насилие есть насилие, и с ним успешно борется уголовный кодекс. Я всецело хочу выразить поддержку от имени патриаршей комиссии нашим дорогим депутатам, общественным деятелям, пожелать им успехов, и мы верим, что все вместе с семейным сообществом и при помощи Божьей, при поддержке нашего президента, нашего святейшего патриарха, мы наконец выправим нашу демографическую линию. Помогай нам всем, Господь. Что ж, спасибо большое. У нас очень много вопросов приходит, не только от журналистов, но и от зрителей. Все, наверное, не успеем задать. На часть из них, я думаю, скорее всего, уже ответили, поэтому буду задавать те вопросы, которые, ну, самые интересные. и те, на которые еще не были даны ответы. Первый вопрос. Можете назвать нематериальные методы стимулирования семей к планированию ребенка? Можно я? Да, пожалуйста. Ну, наша ситуация нынешняя, она, некоторые демографы, они описывают подобную ситуацию 90-х годов, когда дети не рождались, поскольку будущего никто не видел. Оно казалось мутным, страшным и непонятным. и действительно, зависимости здесь никакой нет. Богатая страна, бедная страна, скорее даже такие с небольшим, высоким достатком общества, они демонстрируют такой демографический рывок. поэтому Россия будет наполнена детьми, я уверен, когда наши семьи почувствуют некую уверенность в поддержке вообще семей и формирование вот этого того самого образа будущего, которое Россия молодая. Помните, был фильм такой про Петровские Ирина, вот должна почувствовать наша семейная общественность, что они нужны государству, и дети их нужны, и будущие дети, и за каждого ребенка государство готово бороться. Именно на это направлены те меры, которые Инга Альбертовна перечислила, когда и материальная поддержка, и всяческая поддержка, потому что Павел Анатольевич рассказывал о своем случае в салоне самолета, когда пустой бизнес-салон, и всего лишь два человека сидели, почему бы в этот момент не дать возможности тем, кто летит обычным экономиклассом с детьми, не наполнить их пустующий бизнес-салон. И это на виду у всех пассажиров самолета было бы проявлением той самой заботы и поддержки государства о семьях и многодетных. И вообще как о концепции наполнения Россию детьми. Поэтому здесь все должны это новый какой-то должен быть какой-то флаг поднят, когда беременная женщина, семья, защита жизни, народосбережение, оно не должно перестать таким бюрократическим термином, который мы засыпая перемешаем в своих речах, в риторике. Если это народосбережение, то давайте тогда сберегать народ. А когда эти термины отделены от действительности, все происходит какой-то вот... Нематериально я вот так скажу. Сделать ревизию всех тех, кто сегодня отвечает за демографическую политику в разных министерствах, там должны быть люди только имеющие семью и детей. Если вы сейчас проанализируете фамилии тех, кто сегодня в стране отвечает за демографическую политику в тех или иных инстанциях, удивитесь. Еще раз говорю, это не конспирология, это не попытка свести какие-то счеты, это просто факт. И второй хотел интересный пример. В блокадном Ленинграде в 1942 году, то есть война уже началась, была рождаемость 8 детей на тысячу женщин. Действительно, когда немцы начали войну и блокады Ленинграда, и было такое настроение, видимо, в этот момент соответствующее. А в 1944 24 ребенка на тысячу женщин. Ну, понятно, в 1944 значит забеременели в 1943. А что произошло в 1943 феврале в марте? Победа в Сталинградской битве. Очень интересно, этого демографа, я читал интересное расследование, то есть сам факт увеличения это факт, да, 24. То есть выиграли Сталинградскую битву, у людей появилось ощущение, что эту войну мы победим и начали рождаться дети. И второй факт, это поскольку защищал диссертацию по Столыпинским реформам, то в 2011 году, в 2012 был пик рождаемости, 3,5 миллиона человек плюсом погоду рожденных. И вот я помню даже оргкомитет был 150-летий и я докладывал свой доклад в присутствии президента Российской Федерации, тогда премьер Владимир Владимирович Путина, он меня спросил, а почему вот такой эффект рождения? Я говорю, Владимир Владимирович, одно моё объяснение, у людей появилась надежда, потому что многие поехали в Сибирь, они получали дома, земли, то есть у них появилась возможность просто реально состояться в жизни. реформа местного самоуправления дал возможность людям участвовать на местных выборах и так далее. Реформа образования позволила всем иметь сквозное образование и так далее. Все остальные реформы. Вот это ощущение надежды, которое сменило какое-то ощущение безнадёги, оно в том числе способствует рождению детишек. Ну и ещё хотел сказать, что конечно мы как-то в последнее время стесняемся об этом говорить, но конечно религия. Я бы хотел, чтобы сегодня наши демографы сделали исследование. А вот сегодня например коэффициент там не знаю 1,3 1,5 посчитайте о религиозных семьях. Я в хорошем смысле я сам религиозный человек. Мы каждые выходные ходим в храм. Если бы мы не ходили у нас что 8 детей было бы никогда в жизни не было. У меня бы жена из Парижа не вернулась со временем если бы не было веры. Мы должны говорить им об этом открыто. Понимаете? Не навязывать, ни в коем случае никого не упрекать или там нет. Просто это факт. Те, кто сегодня особенно в стране в нашей, так сказать, да, исповедуют там мусульманскую веру там я знаю что в иудаизме то же самое православные люди но посмотрите там коэффициент рождаемости там 4 и 5 ноль. А если вычесть этих людей то у нас ситуация еще страшнее будет в стране. Я более чем уверен. Понимаете? Поэтому вопрос вообще в целом отношения к религиозности общества к может быть каким-то дополнительным шагам со стороны государства в поддержке понимаете этого тоже я считаю это непатериальный фактор который мог бы существенную роль сыграть в нашей демографической ситуации. Да, спасибо. Инга, Альберт, на нас. Да, и добавлю вы знаете когда мы говорим о увеличении численности нашего населения и здесь тоже занимаясь вопросом профилактики абортов вот неоднократно я с женщинами беседовала с теми кто уже сделал аборт или готовился к этому и нередко слышала в ответ на мой призыв а может быть оставить а как вот был вопрос а для кого рожать где тот мужчина который рядом который в процессе участвовал а дальше он где и сейчас вот я считаю что мы очень много говорим про наших мам героини про женщин которые родили столько-то детей но нам сейчас как никогда важно повышать в обществе статус мужчины отца и это должно быть престижно наши женщины должны быть уверены что да конечно они могут все сами и бизнес и семью и все пять дел у нас так устроен организм что мы можем быть очень многозадачными но мужчина нам нужен а мужчина нужен ответственный и те кто идут по этому пути кто готов брать ответственность за свою семью готов быть многодетным отцом о них мы должны больше говорить их должны честовать к ним должен быть и почет и уважение поэтому я за повышение статуса в нашем обществе мужчины отца следующий вопрос от коллеги из регионального медиа в каких регионах реализация национального проекта демографии страдает больше всего входит ли в их число Мордовия где естественного прироста населения не было уже четверть века мы не готовы сейчас к статистическим региональным выкладкам но если вы вопросы нам предоставите мы продолжим этот разговор уже с цифрами вообще прекрасно было бы как-то наладить нам какой-то разговор о демографии на таком хорошем профессиональном уровне нам нужны замеры обсуждали с Анной Юрьевной Кузнецовой она Павел Анатольевич хочу сказать что есть желание Анны Юрьевны провести замер статистической информации региональной как раз какие факторы можно было бы какими факторами можно было бы обосновать какие меры поддержки нужны она хотела бы это сделать она обратилась просто с просьбой вот такую замер осуществить и как раз регионы я так понимаю они ее как раз и ждут этой информации поэтому путь один фактор должны сказать что Республика Северного Кавказа имеет максимальный коэффициент Республика Северного Кавказа процент абортов сильно отличается от среднего по стране то же самое по брошенным детям и уж точно по сургатному материнству понимаете и действительно это фактор нельзя его сбрасывать со счетов это 99% тех кто исповедует ислам мусульмане они придерживаются вот такой традиции соответственно у них конечно рождаемость выше поэтому религиозный фактор важен но что касается Муртии и некоторых других там республиков еще раз говорю все зависит от вот этой вот надежды понимаете когда действительно люди чувствуют что у них вот есть ради чего жить у них есть перспектива у них есть в целом понимание как их детки будут дальше учиться там лечиться да и вырастать вот это очень важно понимаете сегодня этого нет сегодня вообще в целом вот эта вот система социальной поддержки я считаю она в корне неправильна понимаете в корне неправильна один только факт что материнский капитал он если он 20-30% от стоимости квартиры то дальше это ипотека кабала и люди взяв кредит попадая в эту кабалу уже категорически не хотят дальше рожать детей потому что они фактически да так сказать там кредит они за сколько лет его выплачивать то он связывает их вот это вот морально даже морально некая наступает такая знаете апатия потому что это действительно нереально при существующих зарплатах так сказать выплатить кредит и потом подумать о следующем ребенке поэтому я считаю что в целом надо систему социальной поддержки семей с точки рождения детей сегодня пересматривать и как принцип не рыбку давать а удочку понимаете надо семьям помогать именно в том чтобы они могли себя обеспечивать а государство как в Германии кстати должно в этом смысле позаботиться чтобы им было где жить было что кушать чтобы можно было ребеночку устроить детский сад в школу и соответственно его отыскать лечить понимаете вот это вот очень важный фактор спасибо постараюсь побыстрее у нас не так много времени остается значит следующий вопрос почему в условиях демографического кризиса усложняется доступ женщин к ЭКО и процессам искусственного оплодотворения а также критикуется институт суррогатного материнства вот сегодня поднимался этот вопрос позвольте мне ответить на этот вопрос дело в том что ни экстракорпоральное оплодотворение ни технологии которые используются идентичные в суррогатном материнстве не способны кардинально решить демографический вопрос больше того в научном мире сегодня идет спор о том как влияют технологии экстракорпорального оплодотворения на вертикальную передачу бесплодия последующим поколениям нету ни единого мирового и российского реестра наблюдения за детьми которые были рождены по технологии ЭКО вот этого единого рандомизированных исследований потому что и на самом деле поколение то еще не прошли после этого поэтому когда на это сделана ставка такого уровня так сказать государственная на уровне финансирования из государственной системы конечно сказать мы неоднократно удивлялись этому поэтому конечно это мое личное мнение вот но я считаю что нам необходимо лечить бесплодие потому что согласно данным наших медицинских коллег из области медицины бесплодие лечится но на лечение бесплодия требуется один два три года как минимум вот у нас же наше замечательное министерство здравоохранения оно вместо того чтобы мать направлять или женщина или мужчина направлять на лечение бесплодия они направляют их на ЭКО мы на лицо видим здесь коммерческий интерес который наносит ущерб конечно же здоровью женщины потому что процедура не проходит бесследно и мы это знаем на примере Жанны Фриске семья Макарских и многие другие свидетельства во первых во вторых сколько гибнет малышей которые были отсеяны в ходе этих процедур никто не ведет их статистику гибели никто не приводит эту статистику в рамках статистики по абортам и по поводу суррогатного материнства мы здесь видим прямой демографический ущерб потому что тысячи младенцев вывозятся из страны какая речь здесь идет о демографическом инструменте поэтому конечно же нам надо поощрять рождаемость и нам надо обязательно ограничивать и максимально ограничивать суррогатное материнство хочу сказать даже защиту здесь Анны Юрьевны Кузнецовой что она выступила в поддержку запрета иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей из России она сама многодетная мама она прекрасно понимает какова ценность ребенка спасибо и ввиду того что совсем немного времени остается последний вопрос Ольга Парамонова прислала значит не кажется ли вам что единственная мера которая может поможет воспроизвести рождаемость это обеспечение достойной зарплаты молодежи даже про Москву есть вопросы где средняя зарплата мужчины по данным портала город работ 55 тысяч 392 рубля а что говорить про регионы где планка еще ниже ну поэтому собственно вот одна из мер которую мы озвучивали это необходимость введения ежемесячного сертификата с момента когда женщина беременная когда она встает на учет с необходимостью вот ежемесячный выплаты этого сертификата в размере полтора мрот до достижения ребенком полутора лет это позволит во первых женщине которая находится в состоянии репродуктивного выбора сделать этот выбор в пользу сохранения жизни которая в ней зародилась и второе конечно это позволит уберечь наших женщин сохранить их здоровье и даст им психологическую им и семье получается некую уверенность в том что они смогут этого ребенка и прокормить и воспитать поэтому здесь совершенно я согласна в том что материальный фактор порой бывает именно определяющим в плане желания рожать детей я хочу сказать если внимательные наши слушатели замечают что мы периодически повторяем что семья должна увеличивать свое благосостояние с рождением каждого последующего ребенка мы говорим это не просто так потому что именно это ну то есть у нас больше трех триллионов рублей лежит в нас проект демография но не выберется российская семья из этой ситуации без поддержки государства создадим мы все вместе с вами такую модель когда рождение ребенка будет всеми восприниматься как прибавление в том числе и в материальном смысле семья укрепляет свои позиции тогда у нас общество начнет как-то сказать уже менять свое отношение потому что я тоже получаю письма помогите нам получить эти средства потому что мы хотим мальчика или девочка но у нас просто нет средств нет где жить но объективные проблемы которые не разрешить никакими кредитами нужно прямое участие государства в рождении ребенка каждой семье что же спасибо большое коллеги журналисты уважаемые зрители за то что присылали свои вопросы надеюсь на большинство вопросов мы все же смогли сегодня ответить и вам уважаемые спикеры спасибо большое что пришли сегодня приехали к нам и обо всем этом рассказали спасибо